Я спешу представить нашу гостью, Элина Геродос сегодня здесь, организатор художественно-поэтических вечеров «Эстонские поэты для русской аудитории», которая проходит в Кадриорском художественном музее при поддержке фонда интеграции и миграции «Наши люди». Добрый вечер. Добрый вечер. Но Элина еще имеет и тесную связь достаточно с каналом ЭТВ+, потому что она является одним из авторов названия. Ну, скажем так, ЭТВ+, всего, по-моему, 8 человек на конкурс предложила. Но именно Элина расшифровала слово «плюс» по-особенному. Давайте посмотрим на экран, что получилось по версии Элины. «Плюс» — это популярное, любимое, свое. Да! Пусть так и будет. В общем-то, это уже так и есть, могу сказать. Ну, Элина, я так понимаю, у тебя вообще хорошо получается разные аббревиатуры расшифровывать? Попробуешь справиться с нашими заданиями? Ну, попробую. Давай, вот такая вот известная аббревиатура. Посмотрим. ФСБ, то есть Федеральная служба безопасности в оригинале. Ну, придумай свою версию. Давай как-нибудь романтический лат ее. Замахнемся на наше все. Федор Сергеевич Бондарчук. Отлично! Классно, классно. Хорошо, давай вторую посмотрим. СНГ. Если говорить об аббревиатурах и о людях, то я, например, учился в школе, где мы СНГ называли нашего директора Сергея Николаевича Гранжа. Кстати, привет ему. Если у нас сегодня о литературе разговор, пусть будет СНАМИ ГОГОЛЬ. СНАМИ ГОГОЛЬ. СНАМИ ГОГОЛЬ. СНАМИ КУДРИН. КУПРИН. Да, да. Можно прям спеть. Ну и давай последнюю аббревиатуру еще. Это очень просто. Это так великолепно. Это твой вечер. Это твой вечер, точно. Подходит. Ну а давайте вернемся к информационному поводу. Сколько всего будет поэтических вечеров в Кадриорге? Какое-то количество их уже прошло, верно? Да, всего пять вечеров. У нас задумано четыре из них. Мы провели и остался последний. Камень будет посвящен? Марии Ундер. Понятно. Я сама была на одном из этих поэтических вечеров, но как только мы вышли в эфир, все. Я скажу, что Аня так впечатлилась поэтическим вечером, посвященным Лидии Койдуэля, что она даже в эфире сказала, что Лидия Койдуэл написала текст эстонского гимна. И вообще, и эпос Калеви Поек, и Евгения Онегина все написала Койдуэл. Между прочим, Аня была недалеко от истины, потому что Лидия Койдуэл написала такие гимны эстонии, но неофициальные. Вот видишь, как. Элина, я знаю, что ты, среди прочего, еще и поешь. И вот этот рояль в кустах, а точнее гитара на диване, подсказывает нам о том, что у нас и некоторым образом вечер авторской песни. Давай зажжем костер, чтобы все было как у настоящих гламурных бардов, которые сидят не в лесу, а в уютной гостиной на диване. Согласна? Костер уже горит. Песня, конечно, больше подсвечен, но что ж, от костра теплее будет. Я знаю, какой у тебя совершенно божественный голос с переливами. Смотри, не обожгись, костер близко. Да, костер у нас есть, гитара тоже. Так что, что будешь исполнять? Вот, да, я хочу объяснить, почему, в принципе. Потому что наши вечера, они имеют такой интересный, сложный формат. Каждый вечер начинается с рассказа об одном из произведений собрания музея. Александра Мура, искусствовед, директор музея и второй организатор наших проектов. Она показывает картину или скульптуру и по теме, подходящей к теме вечера, рассказывает. И завершается каждый вечер песней. Песню я пишу на стихи того героя, того поэта, о котором мы говорим. Но эта песня на стихи Анны Хава, об Анне Хава мы еще не говорили, зато мы говорили как раз в прошлый четверг об Игоре Северянине, который был первым таким масштабным переводчиком эстонской поэзии на русский язык, благодаря которому, собственно говоря, эстонские поэты зазвучали широко. Для меня Игорь Северянин вообще наш местный поэт, наше достояние. Это же эстонский практически поэт. Ну да, он практически так же велик, как Лидия Койдла в твоих глазах. Мы уже поняли. Можно я вот прям, не знаю, немножко насилия в эфире. Давай послушаем лучше Элину, давай, давай не будем слушать друг друга. Мы на романтический лад настроим. Да, я даже поудобнее устроюсь. Игорь Северянин Мы были с тобой, как дети, играющие в цветах. Само золотое солнце блестело у нас в глазах. Мы были с тобой, как дети, блуждающие в цветах. Не знающие дороги домой, с глазами в слезах. Мы были с тобой, как дети, ослабнувшие в путях. Уснувшие над обрывом, невидимым им в потьмах. Мы были с тобой, как дети, не в ангельских ли крылах. Которые над обрывом забылись в безгрешных снах. Очень красивая песня. У меня такое сейчас умиротворенное состояние. А я что-то так растрогалась прям. Может, помолчим, посидим еще 10 минут до конца эфира. Кассирь пригревает. Она как-то прям пришлась к мне сейчас, к моей жизненной ситуации. Так, ну давай, Андрей, поговори. Спасибо, это было классно. Спасибо. Слушай, а вот смотри, проект кончится. Фонд интеграции перестанет давать деньги. И что, все? Мы узнали только о четырех эстонских поэтах? О пяти. О пяти. И все? Ну, поживем, увидим. Посмотрим, какая будет реакция зрителей. Те, кто был у нас на вечерах. Куда надо говорить? А ты рассказывай нам. Говори нам. Вот она уже была, я не был. Замони меня туда. Кто был у нас на вечерах, пишите в фейсбуке отзывы. Откуда мы можем понять, нужно ли это, интересно ли это кому-то, кроме нас самих. А какие у тебя дальше планы? Есть какие-то, ну вот, хотя бы план? Ну, что касается этого проекта, то мы собираемся записать эти песни. Получилось четыре песни. И, ну, дальше посмотрим. Элин, ты сама же пишешь тоже стихи? Да. Естественно, куда же без этого? Давай с тобой сыграем в старую такую детскую игру. У меня здесь бумажка. Как она называется, эта игра? Я не знаю, что ты придумал. Знаешь, когда пишем по строчке, да, то есть ты пишешь какую-то строчку, да, потом заворачиваешь бумажку. Буриме. Буриме, да. Я не вижу, что написала ты, ты не видишь, что написал я. Но ты свою строчку рифмуешь со своей же, я свою со своей. Ну, какая у нас тема? Вечер, да? Ну, давай вечер. Телевизор, телевизор, программа. Да, поэзия, любовь, сердце. А какой, договоримся о размере каком-то? Ну, давай в хорей. Хорей это буря, мглою, небо, кроя? Да, да, на первый слог ударение. Двусложный, двусложный размер с ударением на первый слог. Точно так. Хорошо. А знаете, как амфибрахи легко определить? Амфибрахи? Анапист, анапист, анапист. Амфибрахи, амфибрахи. Вот так амфибрахи звучит. Я придумала. Что-то помню такое, аж из университетского курса литературы пока. Элина пишет. Но, ты знаешь, для меня он все-таки хорей, он таким кажется немножко агрессивным. Потому что, опять же, буря мглою, небо кроет вихри снежные крутя. То, как зверь, она так заворачивает, чтобы я не видел. Аня, ты, пока я придумываю следующую строчку, можешь задать еще какой-нибудь вопрос Элине. Твой любимый эстонский поэт? Всегда интересно личное мнение. Мария Ундер. Все же. Все же она, потому что она такая, ну, да. Она совершенно необычная. И за свой длинный век жизни, да, 97 лет жизни, она, конечно, успела написать много. И очень интересно смотреть, как менялось. Я хотела бы тебе, ты знаешь, выразить искреннюю признательность. Потому что ты человек, который приехал из Петербурга, и здесь для русских рассказываешь об эстонских поэтах. Это невероятно. И это мне самое интересно. Все, честно говоря, из эгоистических побуждений. Скажи мне, ты слово «романтика» использовал? Нет, не использовал. Хорошо. Давай, нас уже время поджимает. Нам уже сейчас скоро надо будет узнать. Возвращаться в мир и слушать новости. И узнать, что нам приготовила сегодня наша новостная служба. Я очень хочу уже прочитать. Даже я уже забыл. Ну давай, Андрей, прочтем тогда. Я забыл. А я пока анонсирую события. Последний поэтический вечер состоится в четверг в дворце Кадриорг в 19.00. В 18.00. Так что вы успеете послушать и Элину, и выступающих гостей, которые присутствуют на вечере. А потом еще посмотреть программу «Твой вечер». Андрей, итак, читайте. Читаем. Очи, речи, танцы, свечи. А Элина Тагеродес скоро снова нам споет «Романтический твой вечер». Так что вместе только дальше, только так, вперед, вперед. Классно получилось. И в дальний путь на долгие года. Здорово. Ну что, Элина Тагеродес была у нас в гостях. Элина, спасибо, что пришла. И увидимся тогда, получается, на поэтических вечерах. Ждем.